Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология. В студии Сергей Медведев. Враги сожгли родную хату. Впрочем, не враги, а современные художники, что для многих, видимо, одно и то же. Уже несколько недель общественность не отпускает тема фотопроекта «Родина» Данила Ткаченко, в ходе которого он сжигал дома в пустующей деревне. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Деревня или агросектор на языке власти – любимый пример для отчета об успехах. В начале года Путин назвал российских аграрий подниму злокомотивов развития экономики, однако при этом забывая о многолетнем отставании российского сельского хозяйства от стран Запада. Российская деревня за последние сто лет пережила 33 несчастья. Продразведки и коллективизация в начале прошлого века обескровили деревню. Укропнение деревень, начатое в 50-е, завершило процесс разрушения традиционного хозяйствования. В итоге на огромных просторах страны остались сотни деревень-призраков, тысячи брошенных хозяйств и судеб, окончательную точку в истории которых решил поставить фотограф Данила Ткаченко. Для своего фотопроекта «Родина» он сжег несколько деревень и, кажется, попал в больную точку. Художника подвергли критики представителей художественного городозащитного сообщества и пользователей сети. У нас в гостях обсудить искусство Данила Ткаченко Ирина Кулик, историк искусства, галерист, преподаватель, автор курса «Несимметричные подобия в музее гараж». Добрый день. И Лариса Гринберг, куратор, галерист, главный специалист дирекции по региональному развитию Государственного центра современного искусства. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот, собственно, почему такая совершенно буйная реакция по поводу? По-моему, такого не было даже после Павленского, когда он двери ФСБ поджег. Знаете, потому что уже есть тенденциозная подача информации. Даже в вашем сюжете идет текст о том, что сжег несколько деревень. Откуда взялась эта информация? Судя по сайту самого художника, он сжег несколько разрушенных и все равно обреченных на то, чтобы исчезнуть в ближайшие пару лет построек. Плюс несколько декораций, которые он сам построил и демонтировал после съемок. По-моему, да. По-моему, кстати, даже деревня, про которую все писали, это Кучепалда, она, по-моему, стоит на месте. Так что даже непонятно, что он сжег. Надо искать пепелище. Сарай, курятник, пара декораций. Два туалета. Есть предположение, что два туалета, да, с гнивщик до туалета. На самом деле, я не помню, есть ли информация на сайте у Данила конкретно о том, что он использует в этом проекте декорации. Есть. Но в интервью, которое у нас с ним состоялось за, по-моему, полторы недели до случившегося скандала в сети, мы приглашали Данилу на курс истории фотографий, который я преподаю на встречу со студентами. И вот в рамках этой встречи у нас разговор шел, в принципе, о творчестве вообще Данила Ткаченко, в том числе о творчестве, о проекте, о судьбе этого проекта «Деревня», который, в общем-то, был показан, точнее, «Родина», да, он называется «Мазерленд. Родина», он впервые был показан, насколько мне известно, в рамках красноярской биеннале в сентябре. Ну да, и в сентябре еще и тогда это и вызвало такого. И тогда не было никаких скандалов, был большой материал в «Коммерсанте», была публикация на эту тему, поскольку этот проект очень мягко и плавно вписывался в главную идею этой биеннале. Вот. И, собственно, вот на этом интервью он говорил нам о том, что довольно долго изучал эти деревни. Он лет, по-моему, наверное, года три или четыре занимался этим проектом. Он на объезде очень много, в общем-то, заброшенных деревень, он много посвятил этому контексту изучения. И был разговор о том, что, да, какие-то объекты были сожжены, разрушены, а часть была создана. Часть – это просто, да, декорация. Да, декорация, он сжигал декорацию, это как, не знаю, там, съемки фильма «Жертвоприношение», да, Андрея Тарковского. Построен дом и сожжен. Часть – это как те перформансы, которые Николай Аполлиски делает на фестивалях «Стояние» в Николу Ленинце, когда он же строит совершенно потрясающие ландарные объекты и сам же их сжигает, потому что они не предназначены существовать в вечности. И летают. У них же начали со снеговиков, по-моему, он построил армию снеговиков. Что-то такой природный цикл, в котором это сожжение масленицы. Хотя, мне кажется, что то, что касается работ Ткаченко, его совершенно, как бы, мне кажется, ужасно несправедливым, что этот его проект подают в таком, как такой, гиростратов жест. Я не хочу сейчас говорить о том, что художник имеет право сжигать прошлое, он не занимается тем, что он уничтожает прошлое. Поэтому его даже не бессмысленно оправдывать через отсылку к русскому авангарду, который очень много говорил о том, что надо уничтожить прошлое. Ткаченко не уничтожает прошлое, Ткаченко хоронит уже уничтоженное прошлое. И то, что первое, что приходит в голову для меня, что это погребальные костры, что стоят вот эти, как бы, уже дома-трупы, дома-фантомы, которые стоят деревни, которые стоят как мертвые без погребений. Им надо устроить погребения, их надо, наконец, как бы сжечь, как сжигают. Я знаю, что Ткаченко по Индии путешествовал, там есть традиция гатов, есть традиция погребальных костров. Надо устроить этому прошлому, который он оплакивает, и который ему жалко достойной похороны, надо с ним проститься. Надо совершить, если говорить психофрейдовским термином, надо совершить работу траура. И все то, что делает Ткаченко, если брать не только этот его проект, а брать его, этот проект Родина в контексте того, чем этот художник вообще занимается, художник поддающийся, на мой взгляд, он весь про работу траура, он весь про траур по прошлому, который мы на самом деле не видели, и про траур по будущему, который так и не наступил. — Насколько крупно, насколько сильно прозвучали другие работы Данила Ткаченко? Насколько я понимаю, очень важно у него было закрытые территории? — Закрытые территории, это очень известный международный проект. У него вышла книга, он получил премию за эту книгу, причем там премия, я не помню ее точное название, но там предполагается, что пять международных издательств распространяют эту книгу по всему миру. И, собственно, об этом проекте знают более-менее все, кто следит за тем, что происходит в фотографическом мире. И закрытые территории — потрясающий, очень красивый проект, и это продолжение, мне кажется, вот это как раз линия, где он, собственно, каталогизирует советский миф о военно-техническом прогрессе, и, собственно, о будущем. Вот эта каталогизация, здесь вот Ирина правильно справедливо вспоминала историю про Бехеров, где, собственно, есть какие-то параллели с этим можно провести. Это такие немецкие концептуальные фотографы, которые в конце 50-х начали снимать заброшенную промышленную архитектуру в тот момент, когда закончилась индустриальная эпоха. Они снимают, к упрощению с индустриальной эпохой, в которой они и у шахты, водонапорной башни. В проектах назывался «Анонимная скульптура», это фотопроект, который получил золотого льва венецианской биеннале в номинации «Скульптура», потому что не было номинации «Фотография». И Бехеры, которые каталогизировали эту анонимную промышленную архитектуру, писали о том, что это то, что оставила по себе эпоха, которая не строила дворцы и храмы, а строила заводы и фабрики, которые оказались в руинах. Совершенно грандиозный проект, одна из таких вот абсолютных вершины, абсолютно опорных точек современного искусства и современной фотографии. Да, вы знаете, меня удивило, что вы это выламываете, выводите из контекста русского авангарда, потому что для меня все-таки здесь какая-то очень сильная рифма с 1917 годом, и вообще вот с этими, так сказать, мистерией огня и с этими горящими деревнями 1917 года. То есть я понимаю, что вы говорите, что он производит работу памяти, это акт меморизации, но мне как-то в любом же случае, так сказать, по-горелому лучше растет это похороненное прошлое для того, чтобы состоялось какое-то будущее. Мне не хочется делать из него второго Павленского, мне не хочется делать из него еще одного художника, который разжигает революционный костер. А сразу спрашиваю, а Павленский не открыл своими огненными акциями некую вот эту стезю огненную в современном русском искусстве? А почему Павленский, а не полиски с сожжением архитектурных сооружений в Николе или Невце? Просто не надо ориентироваться на то, что вокруг чего больше всего, так сказать, хайп в медиа, которые не занимаются профессиональным искусством. Это очень ведет к ложным интерпретациям. А для... Да, Лариса. Павленский в этом смысле это про политический акционизм, социальный, а про Данилу, если говорить, то это контекстуально про модернизм и, собственно, его завершение. Многие искусствоведы воспринимают этот его проект как именно такой завершающий этап модернизма. Имеется в виду, что если мы вспоминаем какие-то... Большого советского модернизма, большого проекта. Малевича его, как бы, его концепция и вот его, собственно, манифест о том, что давайте сожжем все эпохи и разместим их все на полочке и превратим это все в одну маленькую аптечку. Более-то для меня... Ну, это, прости, пожалуйста, но эта, собственно, история была про разрушение прошлого, да, но здесь я считаю, что, в общем-то, по большому счету, я согласна с Ирининой концепцией. Этого проекта, что все-таки разрушение и, может быть, действительно такое красивое захоронение нашего прошлого, чтобы проросло что-то новое, дать возможность прорасти чем-то новое. Вот я хочу тоже еще уточнить, Малевич, у меня почему-то инстинктивно, как только я увидел эти работы, скажу сразу, что я большой-большой тоже, как бы, сторонник, они мне очень понравились, еще даже я не понял, почему я сейчас до сих пор их пытаюсь осмыслить. Первое, что возникло, это черный квадрат. Черный квадрат, как некая такая могильная дыра, в которую проваливается, в которую затем провалилась и вся Россия, в этот черный квадрат. А вот здесь вот это вот сгоревшее пепелище деревни, это тоже некие черные квадраты на месте некогда бывшей жизни. Ну да, черный квадрат – это концептуальный образ мертвого, прошлого и, собственно, возрождения нового. Такой образ пепла, по большому счету, да. И есть параллели, и есть возможность с этим тоже сравнить. Во-первых, я бы не сказала, что черный квадрат – это обязательно могила, это какая-то такая очень смелая интерпретация, на которой я, например, совершенно не настаиваю. Я думаю, что это скорее какой-то путь в некое новое. И мне кажется, что то, что делает Каченко, что он как раз не революционер, что он делает проект про то, что нет прошлого, после того, как он сделал проект про то, что нет будущего, он сначала простился с будущим, он сначала показал руины прошлого. Будущего, извините, а потом показал, что невозможность вернуться. В запретных территориях, в закрытых территориях, потому что там, я думаю, может быть, не все наши зрители видели, могут погуглить, посмотреть на сайте самого художника. Там, как я понимаю, в таких пустынных снежных пейзажах стоят радиолокационные станции, вышки, антенны, заброшенные военные. Закрытые, и, собственно, поэтому называется закрытая территория. Он же пробирался, по-моему, да, как-то даже не удавалось ему проникнуть в эти закрытые зоны, как это все происходило. Ну, какие-то, да, пути он там изыскивал, как, собственно, любой фотограф, предварительно очень тщательно готовится к съемкам. Я бы не стала как раз проект закрытой территории считать таким уж абсолютно привязанным именно к российскому и постсоветскому контексту, потому что такого рода проекты о руинах будущего, о руинах модернистского проекта, тотального, да, который, может быть, начался с русской революции, но не исчерпывался только и снимали довольно многих фотографов и современные художники во всем мире. Да, это можно вспомнить американскую фотохудожницу Тарин Саймон, которая снимает там такую, скорее, невозможную реальность, да, несостоявшуюся реальность. Это тоже исследовательские проекты, это тоже съемки труднодоступных мест, там, лаборатории секретных полигонов. Это могут быть английские видеохудожницы, сестры Уилсон, Луис и Джейн, по-моему, сестры-близнецы, которые снимают такие, тоже эти руины такого жуткого будущего. Они снимали Припять, руины Припяти, они снимали штаб-квартиру штази заброшенную, они снимали, по-моему, Северную Корею. Да, вот что такое, может быть, английская художница Тацит и Дин, которые какие-то обрушающиеся ультрамодернистские постройки 60-х по всему миру, даже раньше по всему миру с ним фотографируют и собирают. То есть вот этот сюжет про такую призракологию будущего, призраков будущего, его довольно многие художники разрабатывают. Хантология, у Эткинда есть термины хантология. Она много, у кого есть, по-моему, он изначально Дорида и прекрасная книга о музыке ретро-омане Саймона Реннольдса. Вот это призракология, да, и Ткаченко занимается призракологией, но она совершенно не обязательно связана с сугубо локальным постсоветским и российским контекстом. Ну, кстати, я вспоминаю из интервью, где Ткаченко как раз говорит, что вот эти границы, это для него история, в общем, какая-то уже из прошлого, поскольку он человек путешествует довольно много, и у него нет какой-то конкретной привязки к территориям. И вот это ощущение, что есть какие-то границы, они у него, конечно, вызывают какое-то такое отторжение, поскольку ему хотелось бы, хотелось бы, чтобы вот эта история, она как бы... Хотя при этом есть, я помню, он говорил, что вот ситуация вот этой российской действительности, она удручающе такая печальная и парадоксальная, и она дает ему колоссальную такую подпитку, скажем так. Он, конечно, как художник подпитывается этим, и, в принципе, он любит свою страну, любит Россию, и не хотел бы никуда переезжать отсюда. Ну вот я хотел вот еще об этом, прежде чем мы уйдем на перерыв, а вот об этой российском контексте поговорить. У нас любят жечь, пустить красного петуха, поджечь траву. По весне, собственно, по всей России жгут траву, и в процессе, в этом, так сказать, сакральном, таком, да, весна священная, в этом процессе сгорают деревни, коровники, люди. Каждую весну там, да, несколько деревень сгорает в этих палах травы. Может, это в этом контексте еще есть? Подсечь на огневое земледелие? Ну, насколько мне известно, там никто не пострадал в этом проекте. Ну, в этом, да. Да, Данила Ткаченко. И кажется, даже ничто не пострадал. И кажется, даже ничто, да. Страдала психика наблюдателей. Да, психика пострадала. При этом удивительно, что наблюдатели, они даже как-то не удосужились зайти на сайт самого автора и прочитать манифест или как это, стейтмент художника о том, собственно, о чем, собственно, этот проект и как он создавался. Поскольку те люди, которые призывали к тому, что нужно отрубить или что-то там, переломать руки и посадить в психушку. Да, там много. И посадить его. Призывали силы небесные, генеральную прокуратуру. Это удивительно, да. То есть попытаться разобраться, собственно, отрефлексировать, да, попытка понять этот проект, о чем художник здесь пытается, какую мысль донести, она отсутствует. Зато вот есть желание вот эту свою фрустрацию как бы выплеснуть на художника. Это и есть момент, да. Ну вот это да. В этом смысле и была довольно интересная подборка мнений различных критиков, галеристов в кольте по поводу проекта. И там в том числе был такой упрек, что он воспроизводит травматический круг насилия своими поджогами. Что вот у людей вот это травмы и поджоги, они, так сказать, снова и снова. Но это было в одном контексте и с войной, и с Павленским. И вот сейчас, так сказать, снова кто-то зажигает. И, так сказать, вот это вот ненависть, дискурс ненависти, дискурс травмаров воспроизводится. Вот нет ли опасности в том, чтобы, так сказать, вот так играть с огнем? Я понимаю всю эстетическую и философскую ценность этого всего. Но с точки зрения, опять-таки, того и общественной реакции, которую это вызывает. — Общественная реакция — дело непредсказуемое, и художник не всегда несет за нее ответственность. Ну да, огонь вообще очень красивая штука. Давайте говорить о том, что фейерверки заставляют нас пережить травматический опыт взрывов и бомбежек. Да, фейерверки, которыми празднуют победы, да, и которые отсылают тоже к каким-то довольно катастрофическим событиям, насколько я понимаю. — А вот это вот, кстати, важная вещь, вы говорите. У меня нет окончательного самого понимания. Художник действительно не несет ответственности за ту общественную реакцию, которая вызывает его заявление? — Она непредсказуема. — Она непредсказуема. Что-то художник может заложить, что-то не может заложить. — Конечно. — Потому что, собственно, мы возвращаемся здесь к суду над пусть и райот, и ко всей вот этой проблематике. Отвечают ли художники за, так сказать... — За реакцию общественности. — Я думаю, что, судя по тому, что делал Скаченко, он вообще ни сном, ни духом не имел в виду кого-то оскорбить, что-то сжечь, устроить революционную. Это вообще не история про сжигание прошлого и про разжигание ненависти. Это действительно история про трауру и прощание. — Автор жжет. Мы продолжим наш разговор о работах Данила Ткаченко, о том, почему в России так любят зажигать и что вообще считать современным искусством. В связи с этим буквально через несколько секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Сегодня говорим о жгущем авторе. Автор жжет. Данила Ткаченко, который поджигал дома или даже макеты домов, неизвестно где, как сейчас выясняется, но вызвал большую общественную реакцию. Проект «Родина» Данила Ткаченко. Что происходит с «Родиной», что происходит с современным искусством? Юлия Мизинцева, координатор движения «Архнадзор», оценивает работы Данила Ткаченко. Вы знаете, нужно говорить, наверное, даже не об архитектурной ценности, но есть еще такое понятие, как культурное наследие. Вот «Архнадзор», он, собственно, занимается культурным наследием в том числе. И мы часто говорим, что даже если объект не внесен в реестр культурного наследия, он вполне себе заслуживает. Вот те заявки, которым подаем экспертизы, они об этом. То есть мы пытаемся присвоить некий статус. Эти деревни — это историко-культурные поселения, как таковые. Да, их много, но это наше наследие. Это наше наследие — это какая-то часть нашей памяти, часть истории, часть культуры. Когда человек, участвующий в восстановлении церкви в такой заброшенной деревне, рассказал свою историю, что для того, чтобы восстановить церковь, им нужно было некое место, базу, где они могли бы размещаться на период работ по церквам. Понятно, что все это на деньги добровольцев — это медленный труд, долгий и медленный. Они, соответственно, взяли некую небольшую избушку, обосновались у ней, согласовав это с сельсоветом местным и так далее. А затем приехали некие наследники другой избы рядом, на которых мы были уверены, что это абсолютно заброшенная изба, хорошая, в очень хорошем состоянии. Нам очень бы подошла. Мы, естественно, к ним обратились, тем более, что они с большим пиететом, с большой благодарностью обратились к нам о том, что мы восстанавливаем эту церковь. И когда мы попросили их продать этот дом нам, чтобы мы могли сделать его какой-то базой восстановить, они сказали, что этот дом родовой, этот дом не может быть продан, это начало нашего рода. Вот он отсюда идет, и, как он говорит, это достаточно повсеместная практика. То есть дом в большинстве случаев не может быть бесхозным. Когда стал активно обсуждаться этот проект, одновременно всплыл еще один проект. Он сейчас представлен в Санкт-Петербурге. Это Евгений Молодцов и Вепская деревня, то есть Вепский лес называется его проект. В данном случае попытка возрождения, то есть он проецировал на старые заброшенные избы фотографии людей, фотографии вот тех времен, когда эта деревня жила. Есть еще некая защитная реакция, в том числе и среди вот тех, кто защищает культурное наследие. Она заключается в том, чтобы отыскать тут смысл. А в чем смысл для культурного наследия в данной ситуации, в чем смысл для искусства, я не понимаю. Я думаю, Данила, возможно, может это объяснить, а я нет. Это Юлия Мезенцева, координатор движения Архнадзора. Мы продолжаем наш разговор с Ириной Кулик и Ларисой Гринберг. Но действительно, а эти дискурсы, они, может, действительно перпендикулярны современного искусства и дискурс наследия? Нет, я думаю, что нет. Вот можно ли услышать эти аргументы о том, о чем говорит Юлия? Да, конечно, но для того, чтобы эти аргументы обсуждать в контексте проекта Ткаченко, надо давайте все-таки сначала установим, что именно он сжег. И потом будем выяснять, родовой это дом, не родовой это дом, судя по тому, что говорит сам художник, он говорит, что он сжигал то, что все равно через год, через два года, чему было все равно суждено развалиться, рухнуть в пыль. Там не было ничего подлежащего восстановлению. Как нам вообще относиться к этим заброшенным деревням? Как действительно это уже наследие какой-то уходящей натуры? Или вот даже сейчас я смотрел вот это видео, потому что мы смотрим, ну, откровенно скажем, взглядом городского жителя уже там неизвестно какому поколению. Вот есть такая, так сказать, этнографическая романтизация всего этого происходящего. Вот дедушка идет с саночками, вот бабушки на завалинке что-то обсуждают, вот эти вот домишки вросшие, все это. И как бы сердце городского жителя, оно так это трогается при виде всего вот этого. И вдруг приходит какой-то такой ахальник, значит, приезжает, как они пишут в этом интервью, два мужика, бородатых на черном тонированном джипе. И всю эту романтику деревенскую поджигают. Опять-таки, давайте не будем плодить тот же миф. Они не приезжали в живую деревню, они приезжали в абсолютно заброшенное место и сжигали три острова, которые все равно должны были разрушиться через год после их, вне зависимости от того, сожгли они их или не сожгли. На самом деле... Пока мы не установили, пока не будет установлено, что именно они сожгли, все эти отсылки к культурному наследию, они просто не аргументированы. Я вспоминаю, что на самом деле и эта история про мужика на джипе, это вообще не... Это вообще про другой проект. Это про другой проект. Это из интервью, Данила. Это из интервью, но это интервью, как раз в этом интервью он говорит про проект свой «Монументы», а не про... То есть как раз про память. Про память, где он превращает сельские храмы, наделяет их этим объектом сюрреалистическим и превращает... Да, он через руины материального памятника заставляет как бы проступить некий нематериальный контур каких-то вечных символов, которые для русского контекста это могут быть храмы, это может быть супрематизм. Это две, так сказать, одна из другой, следующие традиции ритуальности. А это, кстати, фотошоп был? Он накладывал геометрические фигуры, супрематические фигуры просто на фотографии храмов или он на... Мы как раз сыро и спорили по этому поводу, да. Там большой цикл, разные фотографии сделаны, судя по всему, разными способами. Есть работы, где, собственно, используется фотошоп, хотя я не знаю, здесь надо уточнять его автора. А есть работы, где он их действительно упаковывает в черную ткань. Он сооружает конструкции перед ними и снимает их так, чтобы не показал... Мы сыро и спорили, Ирина говорит, что это тканевая, где оборачивается полностью церковь. У меня ощущение так, что он ее действительно заворачивает. Как Христа делал упаковки такие. Никакого ущерба этим руинам дополнительного он не нанес, судя по фотографии. Нет, естественно, да. И плюс еще есть история о том, что он наносил такую краску, которая от первого... Эта история как раз мне была рассказана его агентом, который занимается распространением ее, собственно, продажами его работ, как галерист такой, да, агент. Она говорит, что они использовали краску, которая смывается после первого дождя. То есть они наносили такую краску. Ну и опять же, там вот где-то краска, где-то ткань, где-то вот конструкции, которые стоят перед, собственно, самой церковью. И что-то, видимо, в фотошопе. Видимо, разные... Но здесь, на любом случае, вот то, что я сейчас пытался воспроизвести, мне кажется, он очень глубоко и болезненно работает вот с этой вот романтизацией деревни, с этой ностальгией, которая идет еще с 60-х, со времени деревенщиков, деревенской прозы, всего этого Распутина, прощания с матерой, которые тоже, кстати, да, в результате там тот же огонь. Ну вот это удивительно, что, собственно, Аня Толстого писала об этом где-то, видимо, вот на Кольте, от воспоминаний, не помню где точно, она говорила о том, что это удивительно, поскольку в этой прозе уже много лет мы слышим этот крик о умирающей деревне. И только сейчас у нас какая-то общественность, я не знаю, там, маленькая группа этих краеведов-энтузиастов вдруг всполыхнули ненавистью и вдруг вспомнили о том, что у нас деревня Негимна. Почему это такая реакция именно на проект Данилы? Это очень интересно, а не на сам факт, что у нас... Смерти, да, смерти деревни. В общем-то, статистика погибающих деревень, она вся открыта, ее довольно много, там, даже на сайте у Данилы, он приводит эту статистику, что их там погибнущие деревни исчисляются сотнями просто. И почему по этому поводу нет ни одного какого-то движения, а почему нет движения, опять же, этих прекрасных краеведов-энтузиастов в защиту, точнее, против закрытия там сельских этих школ или больниц? Почему вот эту энергию нельзя было направить на защиту вот этих вещей объективно? Ну да. Или превратить это в национальные парки, сделать туристические маршруты? Это... Я читал очень интересный отзыв, отзыв карельского краеведа, плотника, который восстанавливает старые храмы, Сергея Филенко. И вот он как раз писал, этот проект он увидел, он об этом пишет, что, слушай, не об этом надо говорить, что там сжег какие-то дома или не сжег, а о том, что умерло вообще, в принципе, плотницкое деревянное русское дело, культура русского севера. Я сейчас это вижу, и это совершенно уже мертвая культура. И, собственно, он, то, что говорится, пусть мертвые хоронят своих мертвых. И он, это реквием по уже умершей русско-деревянной культуре. Вот это тоже, кстати, интересно. Это интересно, да. Я к вопросу об археологии всего этого дела. Ведь это же одна из больших проблем России, то, что у нас деревянная культура, да, вот русские не этруски, да. У этрусков хорошо там из камня наваяли, и оно все лежит тысячелетие в земле, а у нас все деревянное. Но вот почему так плохо сохраняется русская деревянная культура? Потому что я вспоминаю, где я видел, скажем, в Альпийском регионе, где-нибудь в Швейцарии, в Ингодине, в долине Ингодина, стоят себе деревянные дома 15-16 века. И до сих пор в них люди счастливо живут. Почему так русская деревянная архитектура так подвержена влиянию окружающей среды? Ну, я так понимаю, что это, во-первых, территория, как это, ничья земля, правильно? Ну да, вот здесь, конечно. Вот это, вы знаете же, да, опубликована была история про экономика, ничейная экономика, по-моему. Да, да, это занимается как раз фонд Хамовники, Симон Кордонский у нас. Да, да, вот это исследование, это мы с 16-го года, по-моему, это исследование проводим, где, собственно... Невидимая инфраструктура. Невидимая инфраструктура, и они об этом пишут, и они стали, причем они не стали, я так понимаю, тоже из каких-то таких соображений выкладывать всю эту информацию, а только порционно выдают, поскольку она, видимо, ошеломляющая. И действительно, вот эти территории, которые не принадлежат никому, муниципалитет просто не в состоянии финансово их поддерживать, обеспечивать вот это какое-то, а жители, сами жители, я так понимаю, у них тоже нет такой возможности. И вот это, ну, собственно, по этой причине, наверное, у нас и не сохраняется, поскольку это ничего. Ну да, отсутствие собственности, собственника и хозяина, и в старые времена, а сейчас тем более в этих ничейных поселениях. На другой стороне, действительно, вот думаешь, что я уже здесь не о Даниле Ткаченке говорю, что исчезнет Ткаченко, о том, что исчезает вот эта вся деревянная русская культура, даже вспомни, там, павильон Карелии на ВДНХ, да, он же с такими чудесными резными фасадами, там, наличниками какими-то, и вот все это уже ушедшая натура. Ну, где-то исчезает, а где-то, по-моему, есть, успели люди сохранить и превратить их в какие-то памятники, я не знаю. Ну, тот же Никола можно воспринимать как место, где у нас есть эта деревянная культура? Никола Леневец. Никола Леневец. Там Тумск есть с потрясающими этими резными домами. Ну, Иркутск весь деревянный. Иркутск, кстати, да. Ну, Иркутск, умирающий. Я там был месяц назад, я ходил между этими домами, они их восстанавливают как могут, но это... Ну, смотри, и где, по слухам, эти дома поджигают девелоперы, которые там построили. Нет, ну, подождите, в Иркутске есть же музей под открытым небом, музей деревянный, да? Это же в Иркутске находится. В Ростове точно есть, но куда свозят с разных... Да, да, с разных деревень, эти, собственно, это огромная территория. Вы же знаете, сколько вообще нужно денег, чтобы поддерживать музей, в принципе? Ну, в Иркутске очень большой контраст, потому что там действительно потрясающе. Я ходил часами, вот это вот резные дома, архитектуру, фотографируешь, но подходишь ближе, извиняюсь, из этих домов такой запах ошибает. Там просто уже живут, там очень тяжелые социальные условия, они живут без воды, без канализации, половина этих домов там поддерживается. И там, кстати, в Иркутске на берегу Ангары стоит фотопроект очень интересный, где сравниваются иркутские резные вот эти вот наличники, резная архитектура и Венеция. То есть и то, и то это своего рода смерть. Ой, слушайте, а я вспомнила этот известный проект Артема Филатова из Нижнего Новгорода, где и стрит-арт, художники с помощью стрит-арта, ты-то должна знать, у них с помощью стрит-арт, поскольку нижнегородский стрит-арт очень такое яркое явление, это прям уже школа сформировалась, где художники пытаются сохранить деревянную архитектуру просто как бы своими стрит-арт-работами. Они наносят эти работы, они договариваются с жителями, и потом это превращают, благодаря своей художественной интервенции, превращают эти объекты в какую-то попытку сохранить это здание. Они этим занимаются довольно уже много лет, и борьба это, в общем-то, с их стороны, какие-то объекты им удалось сохранить, но в основном, конечно, тем не менее, подсносно. Это прямо внутри города, это жилые дома, и где наш архнадзор? Интересно. Ну, потом тут как бы, знаете, тут не только деревянная архитектура исчезает, тут еще много чего исчезает, там, даже не столь давнее, как конструктивизм, не менее прекрасный, не менее ценный. Да, в этом отношении, но здесь мы, я думаю, об этом еще поговорим, это проблема безнадзорной, бесхозной земли, бесхозной инфраструктуры, и вообще нашего отношения к наследию. Вот, может быть, если хотел бы закончить, то и мыслью, которую вы, Ирина, говорила, что это вообще проект парадоксальным образом, может быть, даже сохранение наследия, но маркировки наследия, то, что делает Данила. Он заставил нас сейчас делать вот этот эфир, собраться и поговорить, и, так сказать, как бы мы проезжаем мимо этого, ностальгическим взглядом смотрим, а тут неожиданно он расковырял. То есть, может, здесь вообще так и получается, что... Задача выполнена. Задача выполнена, но и вообще, потому что, не знаю, как вы посмотрите, современное искусство, это работает с зонами боли. И вот он нащупал эту зону боли. Ну, в этом смысле авторская удача, безусловно, да. С зонами боли работает не только современное искусство, это вообще одно свойство искусства, работает с зонами боли для начала. Ну, современное, мне кажется, оно гораздо больше проблематизирует. Искусство все-таки разное, есть искусство. Знаете ли, а все изображения голгов и мученичества, все европейское искусство, которое было христианским, и которое работало с боли. Ну, я не уверен, что при Рафаэлите работали с зоной боли. Ну, мы берем XIX век. Ну, нет, ну, почему XIX? Можно и раньше, или что-то тут же Рафаэль, или классическое искусство работало. Не все же искусство с зоной боли. А Монтеня работал. А? А Монтеня работал. Ну, всегда, естественно, Матес Грюн и Вальт, там, я не знаю, или Босх, они работали. Да-да-да, это не современное искусство. Это не моя мысль. Это Олег Кулик здесь в студии сказал, что он говорит, «Я считаю, что современное искусство – это как бы работа с зоной боли». И я не знаю, согласиться, не согласиться, но мне кажется, что именно современное, в отличие от классического, оно находит вот эти болезненные точки и их расковыривает. Ну, да. Классическое искусство находило, когда-то было современным, находило болезненные точки своего времени, которые мы сейчас не считываем. Может быть, да, согласен. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, а в гостях у нас сегодня Ирина Кулик, преподаватель Института проблем современного искусства, автор курса «Несимметричные подобия» в музее «Гараж». Правильно, да, Лена? И Лариса Гринберг, галерист, куратор, главный специалист Дирекции по региональному развитию Государственного центра современного искусства. Мы говорим о проекте «Данила Ткаченко. Родина», о горящих домах, о горящих деревнях и шире, об исчезновении русской деревни и, может быть, даже еще шире, о той пустоте, которая растет в самом сердце российского пространства. Об этом, в частности, говорит географ Софья Гаврилова в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. В настоящий момент я докторант Оксфордского университета, пишу работу по кровеческим музеям, по репрезентации регионов российских в кровеческом музее и о оригинальной идентичности. Но также я функционирую как художник, как исследователь, и на самом деле я очень не люблю вопросов, как вы себя определяете, кто вы есть, потому что для меня это какой-то один исследовательский процесс, который принимает разные формы. Это может быть выставка, это может быть фотографии, это может быть кураторский проект, или это может быть какое-то исследование. Вы знаете, весь мой проект, последний выставочный, был посвящен коренным поселкам Чухчей и эскимосов, которых в 60-е годы перевезли насильно в города советская власть. Поэтому если говорить про брошенные поселки, то да, там вот вся съемка моя была посвящена именно каким-то вынужденно оставленным территориям вследствие просто действий советских властей. Я видела процессы, в том числе и на Чукотке, и в Якутии, когда люди из центра потихонечку начинают расползаться и хотят каким-то образом землю, которая была их или где их предки жили, каким-то образом иметь с ней связь. И в этом плане мне, например, очень интересно, как это соотносится с программой «Дальновосточный гектар» и будут ли, вот как вы говорите с антропологической точки зрения, интересно посмотреть, будут ли прецеденты, когда люди будут пытаться взять по программе «Дальновосточный гектар» территории, которые принадлежали их семьям, например. В Старом Акани, в поселке Акани, я видела, как охотники берут с собой семьи с детьми, поскольку, ну, чего сидеть в этом городе, поселке Лаврентия, когда можно выходить на природу и пожить в деревянном доме с детьми, а мужики уходят охотиться. Ситуация от региона к региону очень разнится. Если говорить про метафору, если говорить про какой-то такой метафизический уровень, то, конечно, всё, что между городов, оно, конечно, проваливается. Конечно, это территория пустоты, это территория такой хромоты, это территории пунктирные, невыраженные, заброшенные, необжитые. Что с ними будет? Мне хочется надеяться, что мы не можем дать один ответ. Мне хочется надеяться, что у нас будет ситуация, в которой у нас будет много ответов. Нынешняя ситуация, она как бы немножко нас подталкивает к тому, чтобы дать какой-то один ответ, что нет, сейчас грянет экономический кризис, никто не сможет выживать в городской среде, и люди растянутся обратно по деревням. Или наоборот, что да, все люди тяготеют очень сильно к городам, никому не нужно это, у нас нет связи с землёй, с предками, и гори всё огнём. Это какой-то второй, вторая крайность. Мне хочется верить, что у нас будет ситуация многогранная. И это как раз на самом деле история про то, как живут ландшафты. И эта история очень важная, потому что мы не знаем, как живут постсоветские ландшафты. Мы можем только наблюдать и делать выводы. И это самое интересное, как? Как вот после той пространственной, как я говорю, пространственного кризиса, который настиг Россию после развала Советского Союза, после того, когда народ не понимает, у него не прорисовалась карта в голове до конца, он не понимает, что за территория, на которой мы живём. Это Софья Гаврилова, географ, фотограф, художник, всю жизнь нашего корреспондента Антона Смирнова. Показали, кстати, посёлок Лаврентия, где тоже я студентом был, там несколько лет подряд проходил практику. И, может быть, собственно, моё понимание пространства, оно идёт оттуда, с крайней северо-восточной точки России, из-за вот этого понимания огромности российского пространства. Мне кажется, что Софья здесь говорит очень важную вещь о том, что это огромное пространство пустоты. То, что жизнь наша, особенно сейчас, она стягивается в города, а между ними многосоткилометровые или многотысячекилометровые пустоты. Ну, города у нас тоже, видите, города растягиваются, развиваются и как-то идут туда, в эту, собственно, пустоту расширяются. Поскольку я вот тут недавно ездила и посмотрела, насколько Москва стала какой-то там ещё, апрелевка, целый город, ещё, ещё, ещё. Ощущение такое, что там скоро Москва уже до Нижнего Новгорода бежит и будет. Ну, как это, помните, была парабола Ладовского. Он хотел до города, от Москвы до Ленинграда построить. Мне кажется, что это не за горами такая история. И поэтому одно дело пустота там образуется, другое дело города начинают как-то расширяться, развиваться и идти туда, в эту, собственно, пустоту. Ну, потом, я думаю, что это ощущение пустоши, да, ничейной земли, оно, опять-таки, свойственно не только России. И я думаю, когда, поскольку весь Фейсбук очень буйно обсуждал проект Ткаченко, Родину, там бы возникла дискуссия, это бьёт только по болевым точкам России, а можно ли это объяснить иностранцу. И я пыталась, наоборот, это перевернуть и подумать о том, а как бы я воспринимала эти фотографии, если бы это были не фотографии российских деревень, а, например, американских городов-призраков, да, такой, Silent Hill. Да, и я думаю, что для меня, как бы, что и красота, и меланхолия высокая, которая в этом проекте существует, она осталась бы, если бы речь шла не о городах американского Дикого Запада. То есть это, может быть, мы так своим, так сказать, Россия-центризмом локализуем это, что у нас такое уникальное, и уникальное, что это вообще, в принципе, о ностальгии проект? Я бы даже сказала о меланхолии, да? Ностальгия, да, собственно, одна из интерпретаций Данилина была, это расставание с ностальгией, поскольку это его, как бы, такое чувство, его преследовала молодость, как я рассказала, что это взросление такое очередное, когда ты... А молодость и что? Что преследовала? Ну, я не знаю, что конкретно молодость преследовала, но я знаю, что он был подвержен вот этим упадническим, так сказать, ностальгическим настроениям, это очень сильно угнетало его, и вот, собственно, попытка избавиться от этого внутреннего дискомфорта, она его завела вот в эту деревню, вообще в деревню, в этот проект изучать, исследовать деревни. И для него это был такой жесткий жест, он сам говорит о том, что вот сжечь там это... Сжечь это для него это жесткий жест, но при этом... Как расстаться с собственным и жить травму. Я слышал, я читал, ну, косвенно, не прямо его интервью, что какие-то, может быть, здесь, так сказать, какая-то индивидуальная фотография, что там был у него религиозный отец, и, так сказать, вот это тоже расставание с собственным прошлым. Я читала это его интервью, религиозный отец у него, мог быть, и религиозный, но, насколько я понимаю, не связанный как раз с такой корневой русской православной традицией, по-моему, там, скорее, какие-то нью-эджевые варианты, да, то есть это немножко другой тип религиозный. Ну, опять-таки, это частная жизнь художника, в которой мы, наверное, не так уж и обязаны себя старгаться. Ну, это да, это другой вопрос. Ну, смотрите, мы об этом тоже заговорили, но с другой же стороны, ведь существует и другое отношение к пространству, как реколонизация. Очень многие, по-моему, сейчас, но если не делают, то думают о том, что, вот, поехать в деревню, наладить, наладить там какой-то новый быт, вот это вот фермерские проекты, тот дальневосточный гектар, о котором говорит Софья Гаврилова. Ну, это было бы прекрасно, да, но вот как бы то, ну, какое-то возвращение, может быть, в другом смысле, потому что, я думаю, что довольно сложно, что если это будут фермерские хозяйства, прекрасно. Я очень, я совершенно не понимаю ничего в экономике, поэтому я не знаю, какие проекты могли бы быть выживаемые. Мне кажется, что какой-то вариант такого, я не знаю, экотуризма был бы прекрасен для этих вариантов, где вот ты путешествуешь по этим северным деревням, там, попробуешь изготовленные местными фермерами продукты, у тебя сделала индустрия там, где ты можешь, что-то стоял их дворов, там, гидов, которые тебя водят по этим лесам и этой нетронутой природе, это вполне себе вариант, что бы там могло произойти, за счет чего это можно было бы сохранить, это, по-моему, было бы прекрасно. Ну, такая, да, занимательная этнография. Знаете, у меня такой прекрасный был роман у Павла Петерштейна, художника и писателя, представителя группы Медгерменевтика, «Лифагенная любовь касту», у него, по-моему, там было замечательно такое представление, а может быть, не там, но это у него точно было такое представление о будущем России, что это такая прекрасная, пустая, очень малонаселенная страна, в которой ничего не происходит, и только исключительно ходят экспедиции и исследуют вот эту сохраненную какую-то невероятную пустоту. Ну, собственно, да, мы здесь вот это вот такое, так сказать, этнопанк... Ну, это было такое вполне утопическое предложение, что... Нет, ну, оно, по сути, так и происходит, и, так сказать, я вижу, как многие знакомые мои едут, вот, так сказать, садятся там на хорошие машины, и там едут на несколько дней по какому-то туда, ближе, русский север. Это же тоже, в общем-то, каталогизация пустоты, регистрация пустоты, они получают, не какие-то, сказать, драйв от того, что от вида этих, ах, боже мой, вот эти вот, то, что я говорил, умирающие деревни, последняя бабушка, автобус отменили три года назад, а поликлиника за 300 километров. Я, в принципе, к тому, чтобы автобус пустить, поликлинику открыть, а бабушке дать возможность открыть постоялый двор или чайную, или продавать расшитые полотенца там какое-то... Это было бы хорошо, но, с другой стороны, да, вот, Ирина, здесь соглашусь с тем, что вы говорите, что это глобальный контекст, это вообще вот это вот большое, так сказать, вымирание пространства, и, так сказать, здесь я, кстати, в позитивном ключе могу вспомнить то, что Собянин недавно выступал, говорит, 15 миллионов лишних, да, лишних крестьян. Это же действительно так, учитывая растущую продуктивность сельского хозяйства, эти люди просто не нужны ни в какой экономике. Ну, вот люди должны, или точнее, как бы пытаться себя переизобретать, придумывать как-то себя, находить в этом, в этой пустоте, и, наверное, это, собственно, задача самих этих людей, в каком-то смысле. Может быть, потому что, но государство здесь, видите, у нас не предпринимает никаких попыток в эту сторону защитить и как-то... Ну, вот здесь мы возвращаемся, да, в итоге нашего эфира, мне кажется, мы возвращаемся к очень важной для меня в работах Даниила Ткаченко темы пустоты, потому что и в закрытых территориях, и вот в этом, это, так сказать, они не проекты, образы визуальные, невероятно сильно подчеркивающие вот эту пустоту. И вот здесь, может быть, последнее, я попытаюсь сформулировать сейчас вот этот вопрос, что Россия вообще как таковая не смогла освоить свое пространство. Это цивилизация, которой было дано это гигантское пространство, дойти вот до этого Тихого океана, до Лаврентия, туда вот до Чукотки, а освоение этого в результате так и не состоялось, и сейчас она снова сжимается до каких-то нескольких городов, оставляя огромные пустоши. Красивая концепция. Ну, вы знаете, тут может быть такое... Я очень люблю пустыри, мне очень нравится, что в любом месте России, там даже в каком-нибудь там самом центре Москвы или центре Петербурга обязательно в какой-то момент между двух офисных центров разверзается такой прекрасный пустырь с лопухами и котами, которые по нем бегают. И как бы почему-то не только в России прекрасно, это вообще в любом, как бы любой город кажется более живым, когда в нем может развернуться этот пустырь. Может быть, это просто какая-то такая вот при всей там трагичности, это вы того, о чем вы говорите, вот этот пустырь, это какая-то ничейная земля, это какая-то особенность местного восприятия пространства, которая, если ее принять и понять, а Ткаченко все-таки про приятие этой истории, можно как-то осмыслить и с этим жить, и не застраивать этот пустырь, а наоборот там сделать на нем парк, да, зарядье, например. То есть это все время, это все равно какая-то... Просто надо понять этот национальный тип пространства, тем более, что я думаю, что эти пустыри и пустоши, это тоже не только российское пространство. Ну, у нас, мне кажется, вот это вот как бы сплошного освоения пространства, которое было в Европе, тип европейской жизни, европейской цивилизации, да, постоянно оккультуренное пространство, у нас вот это вот не произошло. Ну, есть новый свет, есть Азия с какими-то другими представлениями о пространстве, другими территориями. Может быть, это задача будущего? Есть много разных моделей, да. Освоение пространства. Создание, как бы, создание обитаемых пустырей. Такое парадоксальное, да, что это и пустырь, но при этом пустырь, который не обитаемый, который не заброшенный. А я сейчас думаю, в конце, знаете, вот вы говорите, может быть, к вопросу, да, возможно, там, туризме. А может быть, в России и такой туризм сделать, вот ездить куда-то на пустыри, выстраивать там деревни и сжигать их такие терапевтические. Вот как, скажем, в Неваде же делают Burning Man, вот, а у нас будет такой Burning House. Да, вот, да, да, это хорошая вариант, мы как раз, ну, собственно, вот это то, что делали, это отчасти то, что по-лиски делал Никола Ленинце с этими сжиганиями. И делали до сих пор, да. И хорошо, что вы встретили, вспомнили горящего человека, да, потому что это абсолютная история той же страны, в которой представление о пространстве связано с пустошами, да, и с пустынями. Почему нет? Россия, да, как пространство пожарищ, Россия как пространство костров. Все равно это, мне кажется, да, неизбежно возвращает нас к тематике-то 2017-го, оно же рифма с 1917-м годом. И вот это вот, так сказать, идея. Закольцовывание, да, тихотеи, расставание, да, есть такая. Культура, культура поджигания. Ну, в общем, да, Данила Ткаченко в этом отношении, конечно, здесь... Спровоцировал большое количество вопросов. Ну, в этом и есть суть, да, современного искусства. То есть, подытоживая, так сказать, как художественный акт, как современное искусство, это, несомненно, состоялось, да, я понимаю? Я считаю, что да. Да, по-моему, он вообще прекрасный художник. Талантливый. Не только потому, что это удалось, и как провокация, там какие-то есть все более существенные вещи, чем провокация ради провокации. Ну, да, мне кажется, была поднята тема вообще отношения нашего к пространству России, к тому, насколько мы можем расстаться с нашим прошлым. Была сделана какая-то попытка предпринята терапией, может быть, очень болезненной, или терапия, может быть, очень болезненной, вот этой травмы, ностальгии, меланхолии по тому исчезающему на наших глазах российскому пространству. С другой стороны, действительно, мне очень понравилось то, что, я напомню, что в гостях у нас была Ирина Кулик и Лариса Гринверк, то, что вот Ирина говорила, что это парадоксальным образом мемориальный проект. Это как погребальный костер. И в этом отношении это вписывается вот в очень большую традицию сейчас, последние годы, различных мемориальных проектов. Так что прошлое нужно не только, так сказать, смотреть на слезами на глазах, как оно умирает, но умершее тело, может быть, иногда можно сжечь. Отдать ему последнее почество. Так что никогда не спрашивай, по ком горит дом, потому что он горит по тебе. Это была программа «Археология». Лариса Гринберг, Ирина Кулик, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...